Добрый вечер! В эфире программа «В центре внимания» в студии Ирина Бощанцева. 31 августа – день ветеринарного работника России. И сегодня у нас в гостях люди, которые готовы прийти на помощь к нашим любимцам и днём, и ночью. Это Станислав Крушинский, руководитель Государственной ветеринарной инспекции Приморского края. И Илья Медведев, ветеринарный врач. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый вечер! Ну, в первую очередь, хотелось бы вас поздравить с вашим профессиональным праздником. А во-вторых, отметить, что вот сейчас, когда у нас в Приморье волна паводков, наводнений, введённый режим ЧС федерального характера, многие осознали, насколько важны разные специалисты, в том числе и ветеринары. Станислав, расскажите, как ведётся работа в потопленных районах? Осложнённая ли обстановка? Что вообще делают там специалисты? Ну, ситуация сложная, да. То есть эпизодическая ситуация стабильная на территориях потопленных. Ветеринарные специалисты обходят территории, делают дровую дезинфекцию, то есть в дворах, в которых были павшие животные. Также вакцинация у нас происходит в плановом порядке проходит. Специалисты проводят дезинфекцию помещений, дворов, всего, то есть необходимо. То есть мероприятия проводим все в соответствии с планом. У нас есть удержённый план на год по профмероприятиям. То есть работа для нас, можно сказать, что ведётся в штатном режиме. Да, её стало больше, но чтобы ситуация ухудшилась, такого нету. А чем вообще могут быть опасны подобные паводки, наводнения именно с точки зрения ветеринара? Ну, смотрите, то есть паводки, это же идёт вода с леса, выносит отовсюду, то есть может вынести заболевание, то есть уже геномы заболевания, которые вирусы в земле были. То есть оно может прийти в населённые пункты, где содержатся животные, такие как африканская чума, свиней, сибирская язва, которая также опасна для человека, люди тоже ей болеют. Вот к слову об африканской чуме свиней. Сейчас у нас в крае, как я понимаю, три очага африканской чумы свиней и очаг птичьего гриппа. Расскажите, где это? В потопленных ли районах? Нет, у нас африканская чума свиней, первые два очага ещё были в мае. Это на свинокомплексе Русагра, Ленинский 1, Ленинский 2. Также очаг у нас по африканской чуме домашних свиней на территории Уссуристского городского округа, села Борисовка. И инфицированный объект по труб дикого кабана был найден на территории пограничного муниципального округа. Ну там сейчас ситуация стабильная, вы контролируете? Да, мероприятие проводится, поголовье свинопоголовье уже ликвидировано в соответствии с правилами, также утилизировано, то есть там уже проводятся мероприятия, после которых будут отменены ограниченные мероприятия. Спасибо. Илья, вы как ветеринарный врач работаете и с домашними животными, и с дикими в том числе. У вас сезон подтопления добавил работы вообще? Есть какие-то изменения? Приносят ли люди больше собачек, кошечек с какими-то болезнями? Ну смотрите, с начала подтопления, допустим, в клинике появились обращения, то есть люди едут в районы подтоплений и помогают, да, вот кто подтопило, потерявшиеся животные, то есть такие обращения есть. Вот у нас было там и собаки, и кошки. Люди приезжают, говорят, вот мы ездили в Уссурийск, помочь, привезли с Уссурийска, там, та или иная проблема. С, там, дикими, да, животными, как бы, что происходит в лесу и в тайге сейчас сказать сложно, потому что туда и выехать-то, в принципе, на данном этапе сложно. По зоопаркам, скажем так, в которых я работаю, да, на одном зоопарке было подтопление, потому что он в низине, но изначально вольеры, как бы, готовились, что это низина, и, возможно, будет вода. Поэтому, в принципе, животные не пострадали. После вчерашнего паводка в одном из зоопарков у нас смыло, получается, грубо говоря, так сказать, сель сошел, смыла часть забора. Но животные все заранее, опять же, были закрыты по вольерам, да, чтобы до них вода не добралась. Поэтому, ну, скажем так, какого-то криминала и ужаса у нас не случилось. К счастью, да? К большому. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, поэтому у вас есть возможность задать вопрос нашим гостям, присылайте их по номеру, указанному на экране, в WhatsApp или Telegram, мы на них ответим обязательно. Станислав, а вот что касается, опять же, потопленных районов, были ли случаи гибели животных, может быть, крупнорогатый скот, собаки, вот вообще как фиксировали? Ну, гибели крупнорогатого скота не было. В Уссурийском районе был зафиксирован случай, там, скорее всего, смыло потоком, потому что не нашли животных. В пятидесят там пять голов из крестьянско-фермерского хозяйства. В Спасском муниципальном районе потоплены в дворах были птицы потоплены, собаки, кошки, ну, несколько же голов моресов. То есть крупнорогатый скот, как вот, чтобы факты потопления не было. А вообще, как Вы считаете, нужно ли с большим вниманием относиться к своим животным, вот людям, которые проживают в зоне потопления после всего произошедшего? Конечно, всё равно же у нас есть на территориях муниципальных образований участки территории, куда в случае таких ситуаций, специальных, выводится скот. То есть в каждом муниципальном образовании утверждён распоряжение такое место, куда выводится. Но также хотелось бы отметить, что сейчас такая ситуация с паводками тяжёлая, опасная, чтобы владельцы животных, сельхозживотных, птицы особое внимание уделяли вакцинации животных. То есть когда приходят специалисты ветеринарные, они не отказывались, а проводили мероприятия в соответствии с правилами, инструкциями, которые утверждены. Потому что есть случаи отказов населения от вакцинации животных, но в данный момент, как сейчас ситуация тяжёлая, это может привести к заболеваниям серьёзным. Вот я знаю, что среди людей есть люди, которые хотят ставить прививки, например, своим детям, а есть люди, так называемые антипрививочники. Вот среди владельцев животных, так понимаю, тоже это разделение есть, да? Конечно, да, так же. Как вы к этому относитесь? Ну, это нарушение ветеринарных правил, то есть у нас есть контрольно-надзорный орган в лице Росельхознадзора, граждане, которые отказываются от профмероприятия, мы направляем им материалы для привлечения их к административной ответственности. То есть это наказуемо, да? Конечно. А вот если люди хотят обратиться к ветеринару, думать, что что-то не так с животным или так же провакцинировать, куда им идти, куда звонить, есть ли ветеринар в каждом населённом пункте, как это работает? Получается, получается, на территории Приморского края служба представлена в виде органов исполнительной власти 12 учреждений с филиалами. Филиалы находятся в каждом муниципальном образовании. То есть информация о филиалах, адресах телефонов размещена на официальном сайте в сети интернет справедливости Приморского края на странице госинспекции. То есть при желании можно всё найти, да? То есть специалисты никогда не отказывают, выезжают, к тому же сейчас ситуация у нас тяжёлая, при подозрении на любое заболевание сразу отбираются пробы, направляются в лабораторию, чтобы исключить риски. А специалистов рабочих рук у нас в крае хватает? Ну, комплектованность службы составляет 95% ветеринар-специалистов. То есть 5% есть вакантные должности. В инспекции у нас недокомплект 4 человека. То есть, в принципе, можно как раз после эфира отправлять резюме, да? Да, конечно. Всегда будем рады. То есть у нас в инспекции три ставки ветеринарных и одна ставка экономическая. То есть будем рады, если кто-то откликнется на вакансии. Илья, вы занимаетесь и дикими животными, и домашними. Как так случилось? И разные ли это направления? Или все животные, в принципе, об одном и том же? Нет, ну, конечно, животные, во-первых, это очень разные. То есть, во-первых, там даже разделить дикие, домашние, там чуть посложнее идет. Дикие, зоопарковые и домашние. Даже так. Это прям три разных категории животных, которые отличаются по специфике работы, ну, колоссально. То есть собаки, кошки зачастую приходят с владельцами, да, они там одомашены. Ну, и среди них присутствуют товарищи, которые умудряются там и за руку укусить, и на спину броситься. Там, скажем так, у меня анестезиолог вообще чуть без пальцев в свое время не остался из-за домашнего котика. Зоопарковые животные тоже своя специфика работы, как бы. Да, они крупные, опасные хищники, они непредсказуемы. Но в любом случае для каких-то там манипуляций, да, они находятся в ограниченном пространстве. Ну, и ты можешь что-то сделать. При работе с дикими животными это вообще такая достаточно специфическая работа. Там вот, как бы, сам я в лес давно уже не выезжаю, но вот люди, которые, да, ездят, как бы, это такая работа все равно на грани риска. Потому что, ну, там, в клетке ты знаешь, что сделать. Там, в кабинете ветеринарном ты там из него мужей, в тайге ты никуда не пойдешь. То есть вот ты, вот тигр, как бы, вот у тебя ружье, да, там, с дротиком, чтобы иммобилизировать животное, обездвижить его. И, ну, очень многое зависит от того, кто это и как сделает. То есть если стрелок промахнется, ну, скажем так, люди могут пострадать в этом варианте. А есть на вашей памяти животное, с которым вот было прямо сложно работать, и какой-нибудь ему фаворит в первых местах по сложности? Ну, наверное, лев у меня есть в зоопарке. То есть мы даже снимали про него передачу. Как бы такой достаточно сложный товарищ. У него была травма глаза, то есть он там с львицей не поделили в вольере. Тут сам факт, как бы, глаз, его нужно осмотреть. Лев, конечно же, никому никогда этого не даст. Мы его в первый раз иммобилизировали, вроде осмотрели, все сделали. На вторую иммобилизацию лев умудрился от нас, скажем так, удрать, ну, не дать произвести определенное количество манипуляций. Время отложилось. То есть мы достаточно серьезно переживали, что же будет все-таки с глазом, будет видеть лев или не будет. Когда мы, вот, ну, скажем так, уже все-таки ваммобилизировали, открыли глаз, посмотрели, что там, увидели практически идеально здоровый глаз. Ну, это такое было прям, скажем так, восторг и победа в ситуации. Вот к слову о диких экзотических животных. Уважаемые гости, вы большие специалисты в своей сфере. Как вы относитесь к тому, что многие люди, несмотря на запрет, все-таки в своих квартирах содержат, разводят таких животных? Я даже не знаю, игуаны или еще какие-то такие. Ну, с моей точки зрения, я считаю, что это негуманно. Это дикое животное, которое должно обитать в своей среде обитания. То есть что у него характер формируется, все равно в дикой среде. То есть что, какую опасность она грозит за владельцу, никто не знает. И много случаев, когда вот такие животные берут, сначала с ними играются, пока они маленькие, не вырастают, потом они их выкидывают на улицу, и они уже опасность обществу несут. У нас продолжают фиксировать такие случаи во Владивостоке, в крае в целом? Ну, во Владивостоке в целом сейчас такие случаи в последнее время не было, чтобы именно выбрасывали элитических животных. То есть все-таки больше осознанности, да, в этом плане? Ну, сейчас как-то в этом формате больше подошли. Люди, вот опять же, соглашусь со Станиславом, люди берут, наиграются. Сейчас появилось, куда их приносить. Они приносят их там в зоопарке. То есть вот там распространенное мнение среди людей, что в зоопарк животное отловили, поймали, бедное содержится в неволе. Ну, у нас енотов штук 10 принесенных, как бы, да, черепах вообще просто, это можно даже не переставать считать, сколько нам за все время, нам медведей приносили, как бы. То есть, ну, такая вещь, да, вот, допустим, я сам, вот у меня дома жило в свое время там дикое животное, ну, относительно, у меня вот носуха. Если попроще, это южноамериканский енот. Вот, разваливался контактный зоопарк, когда их запретили, они начали там раздавать животных. Да, здорово, я за ним ухаживаю, любил, холиваю и лелею, но это все равно, это другая зона ответственности, как бы. То есть я соглашусь, что если уже все-таки животное попало в неволю, то лучше ему содержаться, ну, в специализированном учреждении, типа зоопарка. Там уже про качество зоопарков это отдельная история, как бы, да, ну, вот про наш могу сказать, там, все, кто не приходит, как бы радуются, и коллеги из Москвы приезжают, то есть, как бы, всем нравятся, да, условия содержания, к примеру, у нас. Ну, дома это, вот, я помню, когда все писали, там, очень популярно было в соцсетях, зачем вы отдаете их в зоопарк, раздали бы лучше людям. Люди, вы просто не держали этих животных дома. Как минимум это дорого, и как максимум это опасно. А вот что касается гуманности, понятно, да, не гуманно, а вот опять же, если говорить про болезни различные, которые могут животные принести в дом, насколько это вот реально? Ну, есть заболевания, которые, да, также общие для человека и животных, и то есть человек может быть, ну, сам не заболеть, он будет быть носителем, заразить животное, тогда уже, да, и может через животное уже заразиться сам. То есть тут тоже случаи разные могут быть. Как популярная ситуация, приходят в клинику с котенком, там, вот у меня дочка заболела, там, поймала лишай, там, трихофитию, мы подобрали его на улице, там, начинаешь разговаривать, сколько у вас уже котенок живет? Ну, типа, два месяца. А ситуация такая, что чаще на самом деле заразу в дом приносят люди, от нее начинают болеть животные, и как бы это уже происходит, вот та же трихофития, да, там, стригучий лишай, все его так жутко боятся. Чаще дети приносят это с садиков, со школ, первые там классы, да, как бы, чем уличный котенок, там, щененок и так далее. Да, у них это тоже есть. Но вот как показывает опыт на практике, чаще мы заражаем животных, чем они нас. А вот есть какие-либо меры, чтобы обезопасить себя владельцем кошек, собак, вот прям, которые необходимо соблюдать, и тогда все будет хорошо? У нас есть правила же, правила ветеринарные, обязательные вакцинации, там, против бешенства, там, почему платоядных, то есть это тоже зависит от человека бешенства, это общее заболевание человека и животных. То есть если собака болеет бешенством, если не привать, она может заразиться и заразить человека при укусе. И также есть привычки, которые профилактические, то есть это уже для того, чтобы не делать сберечь здоровье животного, чтобы она не заболела. То есть для человека с заболеванием не болеет, но животное, вероятность большая, что может на улице заразиться. А вот что касается разных рептилий, например, змеи, кто у нас еще в аквариумах дома живут, они тоже переносят какие-то болезни, заболевания? Слушайте, ну вот по рептилиям, вот честно скажу, я там невеликий специалист, да, как бы, но вот я столкнулся, змею, человек лишаем, опять же, человек заразил рептилию. Змею? Змею, да, 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 да. То есть там, по-моему, если не изменит момента, был Амурский полос, он жил у девушки в квартире, в большом аквариуме, ребенок сходил в садик, пришел из садика, погладил змею, змея начала покрываться пятнами и так далее. Так, как бы, ну, скажем так, наверное, у нас в регионе это не очень такая популярная история, вот сколько вот я сталкивался, там, держать дома змеи, рептилий, как бы, потому что все же вот собаки-кошки, они в приоритете. Там в Центральной России, да, как бы, это популярно, у нас вот, ну, как-то, не знаю, может, хорошо, что не прижилось. Ну, потому что все равно специфические, достаточно тоже опасные животные. Сколько случаев, когда змея ночью вылезла из аквариума и придушила во сне владельца. И она это сделала не потому, что она его не любит, а потому что это ее, скажем так, инстинкт. И, ну, такое может случиться. У меня, как и у многих наших телезрителей, тоже есть код. И вот я периодически смотрю разную информацию и сталкиваюсь с тем, что очень часто в последнее время, как мне кажется, кошки в том числе болеют различными видами онкологических заболеваний. Насколько вообще это распространено и возможно ли животным жить с этими болезнями? Ну, смотрите, сейчас просто эта информация стала появляться, потому что у нас появилась ее доступность. Там сети интернет и так далее. Как бы онкозаболеваниями животные болеют такой же частотой, как и люди. То есть просто если брать, да, там, как бы, как все говорят, по статистике, по процентному соотношению, мы же берем по соотношению к населению. У нас тогда в Приморском крае порядка миллиона человек населения. Вот есть статистика заболеваний онкозаболеваний, да. И так же и у животных. И на самом деле, как и у людей, эти животные оперируются, обследуются. То есть как бы есть химиотерапия для животных. Да, там, с введением санкций как-то был период, было прям очень сложно, да. Ну, вот я там в тандеме работаю с онкологом, я оперирую, она занимается химиотерапией. И хорошие показатели. Да, это сложнее, чем у человека. Потому что там человеку химию поставили, вам там плохо, вас тошнит. Ну, собака-кошка, конечно же, этого не скажет. Но в любом случае, при первых признаках, вот, допустим, у тех же кошек, да, самая популярная в большинстве случаев онкология, это опухоль молочной железы. Вы начинаете видеть, да, что появился какой-то... Не надо ждать там, пока что-то произойдет. Надо обратиться в клинику, которой там вы доверяете, либо там помониторить специалистов. У нас в городе есть ветеринарные онкологи, которые вам помогут разобраться с этой проблемой. А они вот как вот часто это бывает, приходят, что у кошки, я извиняюсь, там на груди опухоль больше, чем это сама кошка, все со слезами, крокодилями. И говорят, ну давайте, пожалуйста, что-нибудь сделаем. А уже поздно. Да, никогда не поздно. Никогда не поздно. Никогда не поздно. Просто нужно в любом случае приходить в клинику с фразой «давайте, помогите», а не «вы разводите меня на деньги, потому что вот вам хочется». Понятно, спасибо. Станислав, вопрос для вас, как я понимаю. АЧС пишут наши телезрители. Много об этом говорили в последние несколько лет, что свирепствует чума свиней африканская у нас, болеют дикие кабаны. Как сейчас обстановка? Ну африканская чума свиней – это заболевание, против которого нет вакцины. И поэтому как вспышки, они периодически у нас на территории края появляются. Первая вспышка была зарегистрирована в 2019 году, после наводнений. Возможно, это было связано с тем, что у нас также были в Китае вспышки в то время, и оттуда вирус нам занёшься на территорию края, потому что у нас первые вспышки – это были на пограничных территориях, пограничном районе. Там заболели свиньи, которые, говорится, жили на границе с Китаем, домашние. И сейчас у нас периодически, каждый год, можно сказать, что очаги АЧС уже присутствуют. Ну, в этом году случилась вспышка на крупном свиноводческом комплексе. Но это большие экономические потери как для края, так и для предприятия. было уничтожено более 100 тысяч поголовья свиней. То есть происходит полностью уничтожение, да? Да, то есть лечение не разработано, вакцинации нету, поэтому всё восприимчивое поголовье уничтожается. Есть правила по борьбе с заболеванием. Устанавливается очаг, угрожаемая зона, зона наблюдения в очаге, и угрожаемой зоне изымается поголовье 100% и сжигается, состоит с правилами. АЧС для человека несёт какую-то опасность? АЧС для человека не опасно, человек не болеет АЧСом. Но при этом могут заразиться любые другие животные? Нет, только свиньи. Только свиньи, да? Только домашние и дикие. Больше вирусы не восприимчивают животные. А у них потом, например, становится мясо плохим, или почему их необходимо уничтожать? Ну, нет, можно переработать. То есть если у животных нет клинических признаков, их можно перерабатывать. Но это процесс очень сложный, поэтому как бы в целях. И если животное уже вирусоноситель, если его вовремя не купировать, вирус, то он может распространиться по всей территории края. И даже можно наградить регионы, которые с нами по соседству. Потому что вирус очень вирусный и быстро разносится. А вот что касается вообще так называемых трансграничных болезней животных, насколько они сегодня у нас распространены? Ну, как сказать, распространены они были и всегда. Да, с учетом того, что Приморский край у нас граничит и с Китайской Народной Республикой. То есть где постоянно тоже происходят вспышки. Также мы кричим через море с Японией. Птичий грипп, птицы перелетные тоже никто не отменял. То есть мы всегда стоим на страже. То есть проводим и диагностические мероприятия, и профилактические в целях недопущения заноса заболеваний из других субъектов. И так же... Так как сегодня у нас все-таки ваш профессиональный праздник, вот хотелось бы от вас услышать ваши истории, почему пришли все-таки в эту профессию, что вас подтолкнуло? И это любовь к профессии или так сложились обстоятельства? Можно ли быть хорошим ветеринаром, не любя свое дело? Я думаю, что быть хорошим ветеринаром, не любя свое дело, не будешь. То есть это надо... Болеть этим, да? Это уже призвание. Если ты уже пошел, то это призвание, и в этом уже, мне кажется, уже останешься на всю жизнь. Ну если ты уже встал на путь... Ну то Илья Константинович, он говорит, у нас лечебник. Я больше по документам. То есть направление другое у меня. И оба стоим на защите территории. Да, тут такая как бы история. То есть кто как пришел, да, у меня по классике. Меня в профессию привела мама, которая всю жизнь занимается собаками. У нас их достаточно много. Потом в свое время там она привела меня в конно-спортивный клуб. И я такой думаю, ну, наверное, я определился, с чем я буду заниматься. Там, скажем так, мои там родственники не очень это восприняли. У меня вся семья военная, не считая мамы. Все видели меня там либо на танке, либо там, не знаю, на корабле в море. Ну вот как-то... А в плане профессию нужно любить, да. То есть вот без любви к профессии никак. Но вот всегда всем это говорю, никогда нельзя ее залюбливать. Потому что когда ты начинаешь излишне любить своих пациентов, переживать за каждого, там, плакать, страдать, они начинают у тебя умирать. Потому что ты, ну, мыслишь нерационально. То есть как бы, да, профессия сложная, мы работаем с живым организмом. Но это как сказать, это в любом случае работа. Такая же, как там, я не знаю, у столера, у плотника, там, я не знаю, у машиниста. И когда люди начинают голову всякими глупостями забивать, ты становишься плохим врачом. Ну, так же там, как и по другой профессии. Поэтому любить профессию нужно, но залюбливать нельзя. Спасибо. Возможно, некоторые из наших телезрителей сейчас посмотрели эфир, вдохновились и захотели поступить на ветеринара. Где у нас готовят таких специалистов? Ну, территорию Сурицкого городского округа у нас находится Приморский государственный аграрно-технический университет, где как раз-таки можно поступить на данную профессию и отучиться. То есть это, по факту, единственное место в крае, да? В крае, да. Где можно пройти обучение? А вообще, вот для того, чтобы повышать квалификацию, как-то, например, разные направления отрабатывать, как в вашем случае, Илья, это и дикие животные. Есть где-то у нас места в крае или это уже ты приходишь в профессию и начинаешь учиться? Нет, это ты уже приходишь в профессию и начинаешь смотреть. То есть, как всегда, наш любимый интернет. Ищешь специалистов и начинаешь есть. Вот я, допустим, очень долго летал в Санкт-Петербург. Прям вот в год по три раза, да? Я вот больше специализирую все-таки ортопедия, тармотология домашних животных. И вот прям бесконечно там смотришь, где приедет, какой лектор, какой семинар, симпозиум. Потому что, да, в учебном учреждении, конечно, дадут базовый набор знаний, но все обхватить за 5-6 лет обучения, это невозможно. И постоянно куда-то ездишь, ездишь, ездишь. То есть, ну, по-другому... Постоянная учеба, да? Ой, бесконечная. У вас сейчас есть возможность обратиться к нашим зрителям и сказать им от имени ветеринарного врача пару слов. Станислав? Ну, я пользуясь случаем, хочу поздравить и действующих специалистов, а также ветеранов службы с праздником. Пожелать им здоровья, счастья и, как главное для нас, это медицинское благополучие края. Илья? Ну, присоединяюсь к словам Станислава. Поздравляю всех коллег в этот чудесный праздник. А к владельцам не бойтесь обращаться в ветеринарные клиники. Прививайте своих животных. На вас не пытаются заработать деньги. Мы очень не любим работать. Чем чаще вы будете приходить на прививки, тем меньше мы будем работать. Уважаемые гости, спасибо вам за беседу. Еще раз поздравляю вас с праздником. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь и увидимся в новых эфирах. Субтитры создавал DimaTorzok